Советские продукты всегда отличались гарантом качества, а фирменная подливка того времени – это настоящая гастрономическая сказка. Сегодня я хочу показать вам рецепт подливы по советскому ГОСТу. Данную подливку еще называют «красные». Эта подливка входит в основу многих разных блюд – гуляша, котлет и других. И для этого рецепта понадобится не так уж много ингредиентов. Ну что, приступим? Итак, пассируем морковь и лук. На сковородке с разогретым маслом или жиром до приятного золотистого цвета. Лук нарезаем полукольцем, морковь нарезаем соломкой или трем на терочке. Томатную пасту разводим водой, добавляем к пассированным овощам, перемешиваем, накрываем крышкой, ставим тушиться на 10 минут. Затем в предварительно сваренный мясной бульон добавляем тушеные овощи, ставим на медленный огонь и займемся мукой. На сухую сковородку насыпаю муку и довожу ее до слегка бежевого цвета. Затем муку разбавляю теплой водой до однородной консистенции. Получается вот такая густая масса. Добавляю эту муку, тщательно перемешиваю в бульон с овощами. Перемешиваем так, чтобы не образовывались комочки. Бульон должен быть приятно густым. Посолю, добавлю сахар и перец. Закрою крышкой и буду тушить смесь в течение 45 минут. Для придания кремовой текстуры подливу нужно процедить или протереть через сито, или хорошенько примять овощи ложкой. Ну и вот такая подлива у меня получилась. Невероятно вкусно, красивого цвета, ароматная, настоящие воспоминания из советского прошлого. Она идеально подходит любому гарниру, мясу, тевтелькам, котлеткам или гуляши. Именно за такой подливой в советское время в советских столовых стояла очередь.